Рассказ автор Александр Цыпкин «Новогодний брак» Если речь идет о чувствах, интуиция почти никогда не обманывает нас. Мы же почти всегда пытаемся ей не поверить. Мы верим в почту. Судьба — это не рулетка, а программный код. Никаких случайностей. Ошибочный смс никогда случайно не отправляется. Итак, где-то в начале века мой скучный друг Аркаша встал на тернистый путь в Моногамии. Шел он по нему с девушкой по имени Анна. У Анни были изящные руки и озерцо обаяние. Пожалуй, все. Красоты особенные в ней не наблюдалось, да и магии тоже. Несмотря на это, Аркаша был к барышне привязан и даже строил какие-то планы. Я уже готов начать размышлять о том, что пора задуматься о возможности сделать через несколько лет намек на перспективу свадьбы. Но дальше размышлений жених не заходил. Всегда забавно наблюдать за мужчинами, считающими, что они властелина времени. Итак, наступило 31 декабря. Мы собирались в большой компании ставить бенгальские огни в оливье и заснуть лицом в блан-манже, приготовленный моей тетей Верой. Для подготовки к этому сакральному собрытию я направилась в квартиру Аркаши прямо с утра. Мешать спирт с вареньем и селедку со сверху. Хозяин квартиры встретил меня в следующем пресс-релизе. Сань, тут такое дело, ты меня знаешь. Я не такой шубавник, но вчера встретил на улице Киру Азарову, помнишь, из моей группы. В общем, если я сейчас ей напишу, она днем приедет поздравить, так сказать. Аркаша, я ее очень хорошо помню. Но ты же верный, как кирпичи мавзолея. Мы с тобой все гордимся, с чего вдруг тебя так понесло. Знаешь, иногда смотришь девушке в глаза и понимаешь, что собой не владеешь. Это так редко бывает в жизни. Ну как мне остановиться? Да и закрыть этот гештальт нужно. Аркаша был таким занудой, что прочел всю околосексуальную литературу. Герой потыкал в телефон и довольный, наконец, сообщил. Цыпкин, вали домой до пяти минимум. Жребий брошен, как говаривал Наполеон. Вообще-то, Цезарь. И что ты там бросил? Читай. Я стал читать отправленные им сообщения. Кира, жду вас в два часа, чтобы романтически проводить Новый год. Держать в руках себя не обещаю. Уж слишком бы прекрасно для моей скучной жизни. Аркаша сидел и курил. Счастливый, торжествующий, со взглядом Цезаря, входящего сразу в Нью-Йорк. Все было прекрасно в этом сообщении. Стиль, посыл, лаконичность и особенно адреса. Аркаша отправил его своей Ане. Я смотрел на своего друга и удивлялся материальности мыслей. Аркаша, ты его Ане отправил. Сказать, что мой друг покрылся инеем, это не сказать ничего. В тот момент, когда я озвучил ему приговор, он сладостно выдыхал табачный дым. После моих слов дым еще минуты две шел из его открытого рта, как пар из кипящего чайника. Я медленно вынул сигарету из его окостеневших рук. Еще через минуту он холодным голосом сказал. Я только что ее убил. А Кира? Мужское имя? Может, как-то это обыграть? Я неуклюже пытался найти решение. Казалось, он не услышал моих слов. И дело же не в том, что я скотина, и она меня бросит. Аня не то, что очень красивая и знает об этом, а фотографии Киры она видела. Нельзя видеть самое больное место. Нельзя. Аркаша был прав. И действительно, уж если уходить в левый ряд, то не с тем, кто кручит своего партнера по его ключевому комплексу неполноценности. Но в тот момент я вспомнил бабушкины слова. Интеллигент совершает те же низости, что и обычный человек, но при этом очень переживает. Кстати, с этой точки зрения я истинный интеллигент. Позвонили. Мне кажется, найдутся слова. Она не ответит. Аркаша ушел в другую комнату, но скоро вернулся. Бесполезно. Давай так. Ты ей напиши, что это я случайно отправилась с твоего телефона. У нас же одинаковые нокии. Но они скажут, что они у тебя в телефонной книге записаны рядом. Очень логично, что Аня и Кира идут друг за другом. Хотя Кира же Азарова. Может и правда прокатит. СМС с объяснениями улетело. Ответа не последовало. Аркаша взял телефон и стал методично что-то набирать. Я сознался во всем своем мелком вранье. Сказал, что между мной и Кирой ничего не было. Что это было просто наваждение какое-то. Просил меня простить. Звонок. Тонущий в болоте не так хватается за камыш, как Аркаша вонулся к трубке. Но брать ее не стал. Это Кира. Сань, ответь, что я умер. Или что меня инопланетяне забрали. Или что ко мне жена приехала. Занятно, как иногда быстро проходит одержимость и все эти с собой не владеют. Насчет жены смешно. Аркаша задумался и вдруг отрезал. Знаешь, а я поеду предложение сделаю. Что ты сейчас неадекватен и просто хочешь как-то проблему решить. Ты меня часто неадекватным видел? Согласен. Неадекватность это дар Божий. Не всем он дается. Через час молчания мы стояли у двери Анины квартиры. То, что она дома, Аркаше было известно. Так как они еще утром договорились, что он ее заберет вместе с каким-то салатом. Обычно флегматичный, Аркаша нервно поправляла волосы, расстегивала, засегивала куртку, заглядывала в мои глаза, как будто ждала ответа не от Ани, а от меня. Эка его скрутила, с завистью подумал я. Я позвонила. Замок повернулся. По лицу Ани все было понятно. Мальчики, простите ради бога, я все проспала. Я только сейчас увидела все звонки пропущенные, там еще смс куча. А вы, наверное, и спереживались? Аркашу можно было сразу сдавать в музей мадам Тюссо. Его душа не могла выдержать второго такого удара. Пока не дошло дело до третьего, я решила избавить Аню от удовольствия прочитать кучу смс. Аня, дай, пожалуйста, свой телефон. Мой сел. Я взял аппарат и ушел на кухню. Чистка компромата заняла пару минут. Аркаша, какая-то Кира звонит, послушалась из гостиной. Я вошел, взял телефон и сказал, это она мне звонит. Мой же сел, я дала Аркаше номер. Мне показалось, что в глазах друга я даже промелькнула ревность. По скрипту номер один. В Киру я по уши влюбился. Растелял весь свой цинизм. Ползал в грязи, целовал шнурки, строчил жалостливые письма, требовал внимания, ныл, что готов на все. Он превратился в истерика и был ожидаемым послом через три месяца. Еще три месяца проходил реабилитацию. Представляю, чтобы она с Аркашей сделала. Одних гештальтов на пол жизни оставила бы. По скрипту номер два. Предложение в тот вечер Аркаша не сделала. И правильно. Любовь – чувство свободных выборей, а не тех, кто в данный момент до смерти боится кого-то потерять. Или мучается чувством вины. Может, я ошибаюсь, но эмоции, рожденные под давлением изгнет, не являются настоящими. Уйдет давление и уйдут эмоции. Как говаривала одна моя мудрейшая знакомая, ничто так не убивает безответную любовь, как год взаимности. Субтитры сделал DimaTorzok